здравствуйте драгоценные мои друзья хочется сказать конечно о времена о нравы последнее время гражданам российских городов то там то здесь все время бьют морду бьют жестоко могут даже убить то есть не просто так как говорится в морду леди обязательно последние как как-то жестоко давалит обязательно и чуть не ногами прыгают в питере помните совсем недавно вот это случай когда подростки кто-то мигранты кто-то местные тоже так сказать определенных национальностей нападали на прохожих и просто их метели и еще это снимали на камеру и с удовольствием выкладывали в соцсети ну в конце концов чаша терпения была переполнена слишком многим видимо действительно как бы как по улице ходить в любой момент там утром днем вечером на вас нападут какие-то дикие детишки и начнут вас это лупцевать но обычно выбирают себе жертву то не никакого там здоровяка накачанного да а именно того того кто не может за себя постоять нападают неожиданно жестоко избивают смеются издеваются понятно то есть отвратительные отвратительно просто ну этих людей вроде как поймали поймали сейчас там суд разбирательство все нормально там александр бастрыкин вместе со своим следственным комитетом ну разобраться с этим делом совсем недавно в белгороде опять же группа подростков тоже так сказать какие-то мигранты не мигранты опять же такая же схема нападают избивают и снимают это на камеру выкладывают и гордятся своим поведением хотя гордиться тем я еще могу понять когда вы ну как вызвали на бой на поединок кого-то на дуэль там на кулаках там на чем угодно да и вот это противник ваш принял этот вызов и он здоровый и вы там может быть считаю вам по силам и вот этот бой и вы в нем побеждаете можно этим гордиться можно сказать да я вот я сильный человек я могу по правилам как-то драться но гордиться тем что как шакалы нападаете и избиваете людей которые не готовы к вашему нападению и может быть не способны противостоять нападению это конечно просто ну как бы такая бесовщина наслаждаться своим вот этим каким-то могуществом которое в общем-то вам не принадлежит что вы абсолютно не сильный и не смелый а просто просто мерзавцы и подлецы но друзья мои куда вот только-только вроде как опять в белгороде кого-то поймали кого-то еще не поймали разбираются в нижнем новгороде целые бойцовские клубы опять же почему-то жители ну некоторые приезжие мигранты на улицах нижнего новгорода затевают драки прямо бойцовый клуб взрослые натаскивают молодых и вот эти молодые значит тоже начинают вот эту эту борьбу там между собой между кем-то там нападают на кого-то но опять же александр бастрыкин здесь пообещал разобраться но в чем в чем причина вот этих видите прямо по всей стране осознанно ли это специально или вот как бы пошла волна и те скажут вот что там в питере бьют морду а мы чем хуже давайте-ка мы тоже бьем будем избивать теперь в нижний новгород я уверен на этом не закончится и это только случаи которые попадают в печать да много случаев когда просто если эти люди нападают и не снимают на камеру и это не не выходит в публичное пространство просто как статистика кто-то может быть и в полицию не обращается просто там ну свои синяки замазал и пошел домой то есть это же по всей стране и конечно же полицейских патрулей на улице немного то есть вот вообще не видно где они кто там либо там звоните когда вас убьют тогда и приходите как это уже такое такой есть такая поговорка что безопасности нету и чем занимается полиция ну вот мне лично непонятно их деятельность как это наша служба и опасно и трудно и на первый взгляд как будто не видно как пелось в одной песне знаете мне и на первый взгляд не видно и на второй взгляд не видно и на третий взгляд не видно видно она только тогда когда куда-то вламываются каким-то людям ну активистам кого-то задерживают за слова за возмущение за критику вот вот это видно а вот то что ну вот безопасность да хорошо что они ловят этих людей когда уже десятки людей пострадали и были избиты когда уже возмущение переполняют уже самого верха там бастрыкин еще га это разобраться без него вообще значит в этом городе вообще никого нету да там начальство этой области но общение ничего там не сбивают избивают пока нам бастрыки не скажет разобраться мы даже ловить их не будем ну друзья мои в общем-то как бы спасение утопающих дело рук самих утопающих так что смотрите если видите опасные группы людей подростков или еще кого-то ну во всяком случае изначально старайтесь эти места обходить не надо там пройду а вдруг они просто так не значит как как можно сказать на войне смотрите опасность них они лучше обойду там целый квартал лучше поверну обратно лучше еще что-то лучше вечером там не пойду через темный переход где там какие-то странные люди мельтешат да то есть заботись потому что когда вас на вас нападут уже будет поздно а если вы не дай бог на вот человек сильный и вот этой группе людей дадите отпор не дай бог а еще с каким-то оружием да и они пострадают то вас посадят вообще сто пудов просто посадят а это будут несчастные детишки на которых там какой-то дядьки или кто-то напал абсолютно точно то есть права на самозащиту у вас нет вы обязательно будете виноваты ну а если вас и забьет ну ладно вы еще там терпила потерпевший и тоже будете со своими вот этими моральными физическими травмами сами разбираться никакое государство никакая полиция ничего не будет компенсировать потому что они все ну как бы ни с чем пирожок вернее пирожок с экскрементами я бы сказал потому что их действительно работа и на первый взгляд и на десятый не видна видна показуха только и все когда это изменится друзья мои вопрос все пока счастливо